Дорогие друзья, всем здравствуйте! Сегодняшний подкаст обещает быть очень интересным, так как тема, которую сегодня мы будем разбирать, я думаю, встречалась вам на просторах интернета, но всегда вызывает неоднозначное мнение. Сегодня мы будем говорить про ботокс, ботокс, который используется в интимной пластике, ботокс, который используется также в лечебных целях. И сегодня вы узнаете, зачем же туда, да-да, именно туда можно делать данные инъекции, чем они опасны, есть ли какие-то показания и противопоказания. И, возможно, вы узнаете много всего нового, интересного, чего раньше не слышали. Я даже встречаюсь с тем, что многие врачи эту тему не особо стараются касаться, потому что считается, ну, ботокс в лоб знают все, да, в лоб, там, в подбородок, да, куда ещё, в щёки, то есть в лицо. И вот именно, на мой взгляд, оттуда, да, из косметологии пошло неоднозначное мнение про ботокс. Вот Ирина, наверное, тоже я встречала, что очень много сейчас обсуждается тема ботокса и среди косметологов. Одни явные сторонники, другие явные противники, да, и они вот друг с другом борются, да, это как прививочники и антипрививочники. Одни говорят, что без ботокса, друзья мои, нельзя красиво выглядеть, да, потому что есть определённые механизмы старения, против которого никуда не пойдёшь, а другие говорят, что вот есть там и гимнастики, и другие процедуры, кремушки, которые всё это дело уберут без вашего ботокса. Так вот, также ботокс используется при головной боли, в неврологической практике. Мы уже тоже, если вы следите за нашими подкастами, я крайне рекомендую это делать, мы разбирали с врачами-неврологами о том, что действительно ботокс используется в неврологии, убирает головные боли, мигрени и показывает очень хорошие результаты. Сегодня мы будем говорить с врачом, потрясающим врачом, детским проктологом Ириной Ромадовой. Ирина Ромадова, эксперт в лечении хронических запоров и недержания кала у детей имеет огромный опыт работы и действительно, в прямом смысле этого слова, спасла огромное количество детей от запоров. Я регулярно вижу её видео, вижу отзывы, они просто потрясающие. И Ирина как раз-таки расскажет, что ботокс можно использовать не только в качестве, в каких-то косметологических целях, но также и в лечебных. Поэтому сегодня все эти вопросы разберём. Также с вами Ольга Придухина. Я напоминаю, что в наших подкастах участвуют только врачи. Сегодня вы видите прекрасного доктора Ирину Ромадову. Ирина – врач, имеет опыты огромной работы, все сертификаты. То есть не просто люди, которые вот какой-то курс прошли, которые не имеют дипломов, только люди с высшим медицинским образованием, с огромным опытом работы, которые работают на сегодняшний день в практическом здравоохранении. Поэтому я рекомендую прислушиваться к их советам, к их рекомендациям и, соответственно, задавать в комментариях интересующие вас вопросы. Также все врачи являются участниками Клуба Успешных Врачей. Действительно, на сегодняшний день проблема вообще для меня, как для гинекологов, тут больше всегда была интересна именно интимная пластика. И я вот в последнее время задаюсь вопросом. Ну, вот буквально возьмём там 5-6 лет назад, но про это очень мало говорилось. То есть были какие-то единичные там исследования вот именно про интимную инъекционную пластику, да, то на сегодняшний день множество женщин, всё им не нравится, то половые губы, то цвет половых губ, то им не нравятся ощущения, да, какие-то во время сексуального контакта. Мужчинам не нравятся размеры полового органа, да. Сейчас самая популярная тема, как увеличить половой орган. И я всегда удивлялась, почему так эта тема на сегодняшний день стала популярна. Я нашла ответ именно в том, что очень много сейчас всяких фильмов для взрослых, да, которые в открытом доступе. И, соответственно, ну, я не знаю, мне кажется, ни одного человека, кто их вообще никогда не смотрел. Ну, то есть 90% смотрят, да, 10% врут, что не смотрят, а на самом деле подсматривают, да. Это как статистика про самоудовлетворение. И, конечно же, когда женщина видит там какие-то там половые органы, то она думает, блин, вот они классные, вот они красивые, не то, что у меня там, да. То же самое происходит с мужчинами. И поэтому последнее время вот эти интимные различные методики, да, интимные пластики, интимные операции так часто пользуются популярностью. Но, опять же, с одной стороны в этом есть много плюсов, но также есть много минусов. Специально для мужчин я разработала препарат «Мужская мощь» доктора Ольга Придухина. Увеличивает потенцию, повышает либидо, улучшает качество сперматозоидов и повышает уровень тестостерона. Содержит только натуральные витамины и микроэлементы цинксилен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншеня и йохимбина, который является природными афродизиаками и оказывает воздействие с первых дней приема. Абсолютно натуральный состав. Мы прошли все проверки, получили все необходимые документы в Москве, именно в Москве, да, на территории Российской Федерации, и зарекомендовали себя среди многих мужчин. Ссылка будет в описании под видео для заказа. Ну что, друзья, сейчас хочется поговорить, как раз-таки передать слово Ирине. Ирина использует ботокс не только для красоты у своих пациентов, но и для других целей. Ирина, здравствуйте. Да, здравствуйте, Ольга. Здравствуйте всем, кто нас будет смотреть. Действительно, хотела добавить, вот вы начали, да, что все доктора имеют сертификаты, по ботулинотерапии тоже нужен сертификат. Вот сертификат по ботулинотерапии я имею, поэтому, наверное, в определенной степени экспертом в данном вопросе тоже могу считаться. Потому что, наверное, не все так просто, чтобы начать колоть ботокс, неважно в каких целях, действительно нужно сначала пройти обучение, потому что, с одной стороны, процедура очень классная и хорошая, с другой стороны, действительно, есть много таких нюансов, вопросов, которые возникают и у пациентов, и у врачей, с которыми нужно уметь бороться. Ну, начнем, наверное, вообще с истории ботокса. Что такое ботокс, почему он вообще к нам пришел, откуда он взялся, почему о нем столько много вопросов. Ботокс, боталотоксин, это же вообще изначально инфекционный агент. Причем инфекционный агент, который вырабатывает бактерии, которая живет, анаэробная бактерия, вот все слышали про отравление вот этими консервами испорченными, это как раз-таки отравление боталотоксином, которое приводит к смерти за счет парализации мышц дыхания. То есть боталотоксин блокирует мышцы, они не могут функционировать, соответственно, человек перестает дышать и погибает таким образом. Почему же этот ужасный, казалось бы, такой кошмарный вообще токсин пытаются ввести в организм, да еще и с какой-то лечебной целью, да еще и с целью какой-то пластики, красоты и так далее. Да как раз-таки из-за этой самой причины, из-за того, что боталотоксин блокирует мышцу, то есть он ее парализует. По сути, это такая медицинская парализация мышцы, ограниченная. Естественно, если мы говорим про отравление, там идет системное поражение, естественно, там тотальные последствия для организма за счет парализации дыхательной мускулатуры, в первую очередь. Если же мы говорим про использование ботокса в медицинских целях, то он используется везде, где нужно расслабить мышцу. То есть основная базовая проблема – это спазм мышцы. Спазм мышцы ведет за собой кучу разных сложностей, и мы, вводя боталотоксин, расслабляем мышцу и получаем нужный нам эффект. Собственно говоря, косметология сейчас наиболее активно использует боталотоксин. Наверное, из всей медицины, если взять, именно косметологи чаще всего применяют боталотоксин как раз-таки для борьбы с мимическими морщинами. Мимические морщины почему возникают? Потому что из-за того, что мы часто улыбаемся, у нас мышцы мимически уходят в спазм, и из-за этого спазма образуются морщины. То есть введение боталотоксина вызывает расслабление мышцы, что в свою очередь приводит к тому, что мимические морщины тоже расправляются, и мы начинаем выглядеть более молодо и красиво. И действительно в косметологии очень эффективно, очень успешно используется уже на протяжении многих лет данная процедура. Но если кто-то один это уже начал применять, другие начинают косты туда смотреть, и спрашивают, а что там, а что там, дайте посмотреть, а для чего это, а можем мы как-то это у себя применить. И потихоньку-потихоньку стал вопрос о возможности применения ботулотоксина в медицинских целях. Именно в медицинских целях, потому что на самом деле спазм мышц это самая большая и частая проблема в различных специальностях. Ну, самые такие стойкие спазмы, с которыми мы сталкиваемся в медицине, на вскидку, неврологи сталкиваются с различными спастическими состояниями, которые приводят к хроническим болям в спине, в ноге. Все слышали про спазм той же грушевидной мышцы, про различные варианты спазмов шейных мышц и так далее. Также при, допустим, если в детской практике, это детские церлибральные параличи, которые сопровождаются выраженным стойким спазмом, приводящим в том числе к деформации скелета. То есть мышца может настолько спазмироваться, что даже деформируется скелет. И борьба с этими спазмами тоже необходима. Если мы все-таки спустимся на нашу промежность, когда мы сегодня про нее, то я думаю, что, ну, многие, по крайней мере, слышали, допустим, такую вещь, как синдром хронической тазовой боли. Что такое синдром хронической тазовой боли? Это как раз-таки тот самый спазм. Спазм той или иной части промежности. Промежность у нас состоит из нескольких мышц, да. И в различных вариантах эти мышцы могут спазмироваться, что на длительной дистанции, как это происходит? То есть когда мышца спазмируется, она сдавливает рецепторы. И сначала рецепторы воспринимают просто повышенное давление. Но если спазм длительно не уходит, то вот эти рецепторы давления на дистанции, они заменяются ноцицепторами, то есть рецепторами боли. И развивается большое количество рецепторов боли, их слишком много становится. На них постоянно происходит давление, они постоянно раздражаются, возникает синдром хронической тазовой боли. Я думаю, что это те пациенты, которые, если вы с этим сталкивались, понимаете, о чем говорю, потому что это пациенты, которые прошли, как правило, уже всех специалистов, да, и урологов, и проктологов, и гинекологов, и неврологов. И каждый исключил свою патологию, никто ничего не нашел, а человек мучается, это ограничивает очень сильно его жизнеспособность, а весь вопрос как раз-таки заключается именно вот в этом спастическом состоянии мышц промежности. Если мы подберемся непосредственно к проктологии, да, я как проктолог, то для меня, конечно, самый базовый такой спазм, с которым мне приходится сталкиваться, с которым мне приходится воевать, это спазм внутреннего анального сфинктера. Спазм внутреннего анального сфинктера, это, знаете, такой краеугольный камень преткновения в проктологии, который может проявляться огромным количеством проблем. Во-первых, это тот же синдром хронической тазовой боли, да, который просто будет локализоваться именно в области ануса. Это пациенты с тазовой болью, которые атакуют проктологов, сделайте что-нибудь, доктор, все болит, ничего не помогает. Это хроническая анальная трещина, причем хроническая анальная трещина, которая постоянно рецидивирует. Тоже, я думаю, что если нас смотрят, определенный пул пациентов есть, которые уже оперированы по поводу хронической анальной трещины, и вроде бы казалось, что все, мы пережили операцию, все проблемы должны закончиться, но проблема никуда не делась. Спустя время вернулась трещина, либо на том же месте, либо где-то рядом, но она снова появилась, она снова хронизируется. Это как раз-таки привет спазм вот этого анального сфинктера. Извиняюсь. Если мы говорим про педиатрическую практику, то в педиатрической уколопрактологии мои самые, наверное, такие две любимые категории пациентов, у которых есть стойкий спазм, это болезнь гиршпрунга, это пациенты, оперированные по поводу болезни гиршпрунга. Мне часто задают вопрос, почему вот именно у гиршпрунгов возникает стойкий спазм анального сфинктера? Не знаю. Честно скажу, не знаю. Перелопатила массу информации, прям забивала целенаправленно и в нашей, и в русскоязычной, и в зарубежной литературе различной. Почему? То есть везде отражается тот факт, что этот спазм там есть хронический после операции болезни гиршпрунга у довольно большого процента пациентов. Почему он возникает? К сожалению, пока нигде не нашла. Если найду, обязательно запишу отдельное видео. Часто мне задают этот вопрос, но факт есть. Именно вот гиршпрунги, наверное, это самые-самые такие первые пациенты в детской проктологии, у которых есть стойкий спазм, которым есть показания к проведению ботулинотерапии. Вторая группа – это синдром обструктивной дефекации. Это детки, у которых на фоне стресса, на фоне невроза, на фоне каких-то нарушений адаптационных реакций эмоциональных возникает стойкий спазм сфинктера. И при помощи консервативных методик его не удается расслабить. И это приводит на дистанции к тяжелому хроническому запору. Потому что… Что такое спазм сфинктера? Да, это, по сути, механическое препятствие на выходе. То есть у нас, когда мы идем в туалет, у нас промежность должна расслабиться, чтобы мы могли полноценно эвакуировать каловые массы. А если у нас есть стойкий спазм, у нас не происходит расслабление, то есть невозможен акт дефекации, невозможно опорожнение кишечника. И на дистанции хронический вот этот стойкий спазм, он может приводить к длительным, к тяжелым хроническим запорам, от которых очень сложно избавиться. Ну и, наверное, да, еще третью все-таки стоит упомянуть категорию. Это детки со спинальной патологией. Там при высоких поражениях спинного мозга идет тоже стойкие спастические состояния. Так как правило, поражение грудного отдела, либо врожденные поражения, либо приобретенные, это, кстати, не только детские, это взрослые, да, спинальные травмы, они встречаются в любом возрасте. Травма спинного мозга на уровне грудного отдела всегда будет приводить промежность в стойкий спазм. Там будет не только проктологический спазм, там будет тоже нарушение мочеиспускания, нарушение дефекации, да, вот связанное с вот этим гипертонусом промежности. И вот, наверное, вот этот весь большой список, это те люди, которым вот этот спазм нужно убирать. И как его убирать, это вопрос такой, ну, очень сложный. Мне, наверное, как специалисту, больше работающему с точки зрения медицины, ну, более актуально вот именно медицинские заболевания, но в том числе, да, и вопросы интимной пластики, они тоже, как ни странно, смотрите, если есть спазм, есть, как будет в любом случае, нарушение местной микроциркуляции, да, это может приводить и к дискомфортным ощущениям, это может приводить и к нарушению, там того же цвета, как Ольга сказала уже, и к нарушению различных каких-то вот внешних проявлений, да, в том числе, там, каких-то морщин и так далее. И поэтому, да, с точки зрения, наверное, эстетической медицины, в том числе, это для пластики промежности, для улучшения состояния промежности, тоже может прекрасно использоваться. Здесь, наверное, больше просто вопрос в том, чтобы не переборщить, да, в интимном моменте. Вот, а если с точки зрения медицинских показаний, то есть действительно огромный пул пациентов, и им, ну, есть, есть показания, есть показания для выполнения батулинотерапии. Вот, такая общая информация, откуда ноги растут. Ольга, есть какие-нибудь добавить? Да, Ирина, как раз-таки хотелось добавить про то, что в гинекологии, вы вот очень хорошо рассказали про историю, да, для чего используется, и сейчас в гинекологии мы тоже видим хорошие результаты. Вот немножко добавлю, для чего всё-таки можно делать, да, данную процедуру, кому нужно задуматься, потому что, ну, опять же, не все бегут только за эстетическим видом, ну, я имею в виду влагалище, да. Да, есть женщины, которые говорят, я вот хочу там увеличить половые губы, уменьшить, ещё что-то. Но вот основные показания, друзья мои, первое показание часто мы используем с лечебной целью при недержаниях мочи, вот как раз-таки данный метод. Соответственно, различные травмы влагалища вульвы, послеродовые возрастные изменения достаточно часто корректируются, асимметрии, соответственно, ну, как мы уже сказали, неудовлетворённость формой и размером половых губ, хлюпающие звуки во время половой жизни. Вот эта тема тоже становится актуальным, и причём и мужчины, и женщины, да, обращают на это внимание. Это связано с тем, что с определённым влагалище – это мышечная структура, и как любая мышца, требует определённых тренировок. Сейчас, да, мы говорим, что есть гимнастика Кегеля, которая хорошо помогает, есть разные на основе этой гимнастики, так сказать, гаджеты, да, там, шарики, там, ещё всякие, да, штучки. Но когда пациент мне спрашивает, что лучше купить, я говорю, вы можете бесплатно выполнять комплекс упражнений, он есть в открытом доступе, там у меня на канале есть, вы можете просто эти упражнения найти, ничего сложного в этом нет. Хочется вам эти шарики, да, там, покупать в красивых коробочках, покупайте, пожалуйста, шарики. Но смысл в том, что во время половой, соответственно, при половой жизни, когда появляется хлюпающий звук, когда влагалище достаточно широкое. Часто это происходит после родов, да, вагинальных обычных классических родов, и, соответственно, если были особенные, достаточно крупный ребёнок. Да, вообще в любом случае роды – это уже такое показание заниматься вот эстетикой, да, влагалище, потому что здесь уже может быть, ну, быть и широкая, может быть, ещё эпизиотомия проводилась. Кстати, эпизиотомия – очень популярная тема, вот она на все, все года. Даже не так давно ко мне обратились опять журналисты, а вот прокомментируйте тему эпизиотомии. Я говорю, друзья мои, ну сколько вы с эпизиотомией, уже мы будем вообще общаться, да. Вот мне кажется, ещё через 20 лет всё равно будем про неё говорить. Эпизиотомия – это когда в родах делается небольшой разрез для того, чтобы или применить нужную манипуляцию, или расширить, соответственно, объём, да, влагалища для выхождения головки или, допустим, плечиков. Опять же, друзья мои, это процедура строго по показаниям. Если вы скажете, я просто так её никто не делает, да, чтобы тебе легко родить, мы тебе разрежем влагалище. Никто этого не делает. То есть это относится к малой операции, да, соответственно, делается строго по показаниям. Когда речь идёт о том, что ребёночек начинает страдать, его нужно экстренно родить. Вот, это единственное, что могу сказать. Просто так не делается. Сейчас стараются не делать, но при определённых условиях это необходимо, когда требуются экстренные методы. Тут уже не будете вы думать, а что мне потом делать, а что у меня будет, это, трубец, да, где-то там на влагалище. Нет, здесь идёт речь о жизни и здоровье вашего ребёнка. Поэтому такой момент. Соответственно, вот дальше уже батулинотерапией мы можем уже с этим работать, да, как вариант дальше. Соответственно, синдром вот этих люпающих звуков могут быть показанием к данной процедуре. Синдром широкого влагалища, низкий тонус влагалища сейчас достаточно часто встречается. И различные темы связаны с отсутствием оргазма, с неудовлетворённостью. То есть при вот этих жалобах мы тоже можем женщине предложить данный метод. То есть действительно используются действительно результаты хорошие. Ирина, вот ещё хотелось бы по противопоказаниям. Я могу начать. Противопоказаний достаточно также много. Здесь, на мой взгляд, самое главное разобраться, нет ли какой-либо аллергической реакции. Потому что препараты разные в связи с тем, что сейчас часть препаратов ушли с рынка, которые были достаточно известны. Нужно разобраться, нет ли противопоказаний, потому что это и аллергических реакций на препарат. Здесь тоже быть аккуратнее. То есть когда противопоказаны инъекции ботекса, ботокса, ботулотоксином, если правильно сказать, нарушение свёртываемости крови. Обычно пациенты про это знают. Я думаю, ни для кого не секрет, потому что всё-таки данную процедуру не делают в слишком молодом возрасте, и уже к возрасту, когда начинаются проблемы. Но тут вот Ирина дальше скажет, но там, наверное, к вам попадают детки. Это я просто со стороны гинекологии, которые всё равно уже обследованы. И, соответственно, они знают, если есть проблемы, связанные с этим. Мы как минимум уже сдаём анализы перед наркозом. Детям ведь мы эту процедуру без наркоза не делаем. Если взрослым это можно делать без наркоза, то в любом случае перед наркозом детки обязательно сдают свёртываемость крови. Если там есть какие-то моменты, то, естественно, пациента никто обульно хватать и тащить на операционный стол не будет. Лучше мы дообследуемся, перестрахуемся. Да, потому что риски кровотечения, они есть при любом оперативном вмешательстве, в том числе и при введении бутылотоксина. Несмотря на все наши, да, мы, естественно, делаем пробу, то есть при введении тянем на себя поршень, проверяем, нет ли там попадания в сосуд и так далее. Но, тем не менее, риски всё равно есть кровотечения, поэтому, конечно, перед наркозом сдаётся кровь на свёртываемость в обязательном порядке. Да, отлично. Это вот то, что касается детей, потому что всё-таки у взрослых, вот я тоже думаю, это надо бы внедрить, потому что не сдаётся такой перечень анализов, делается там практически в течение 15-20 минут, до 30, и потом пациент отпускается домой. Соответственно, следующее противопоказание – раны и другие травмы слизистой. Если есть, мы никогда данные процедуры не выполняем. Вирусное инфекционное заболевание. У меня была пациентка, которая была записана, кашляет, чихает, и пришла. Я говорю, и что? Она говорит, ну и при чём здесь мой кашель? И, соответственно, интимная пластика. Вот настолько было большое желание что-то изменить в своей жизни. Вот, повышенная температура тела, хронические болезни в стадии обострения. Ну, тут, я думаю, даже можно взять самые яркие – это кожные, какие-нибудь псориазы, дерматиты, различные вот эти аллергические проявления. То есть, когда вы чувствуете, что что-то с вами не так, на данную процедуру идти не нужно, и никто вас не возьмёт. Соответственно, болезни сердца и сосудов. Но здесь можно сказать, что смотрят, смотрят, если требуется, берут консультацию там невролога, берут консультацию кардиолога, чтобы было разрешение к данной процедуре. Да, что это именно речь идёт о том, чтобы не было какой-либо травматизации, да, и чтобы в дальнейшем кровотечение. Психические расстройства, приём препаратов, разжижающих кровь – это явно, вот Ирина уже вам про это сказала, диабет, соответственно, проблемы с какими-либо образованиями, то есть онкологическая предрасположенность, беременность, грудное вскармливание. Вообще при беременности и грудном вскармливании любое введение препаратов противопоказано. Здесь речь идёт и про гиалуроновую кислоту, и про ботокс, потому что очень много было прецедентов, особенно когда был ковид. И, Ирина, наверное, вы слышали, да, что была тема популярна, что гиалуроновую кислоту вводят в коленные суставы, потом узнают, что беременны. То есть здесь нужно быть максимально аккуратными и всегда считать свой менструальный цикл, особенно если вы планируете беременность. Возраст. Ну, если мы говорим про конкретно интимную пластику, то до 18 лет, Ирина сейчас скажет уже по своей, да, соответственно, специфике. И склонность к формированию килоидных рубцов. Это тоже противопоказание очень яркое. Ирина, какие бы вы выделили противопоказания у детей? Да, слушайте, ну вы уже, наверное, все практически перечислили. Тут остается действительно добавить небольшие нюансы. Еще один риск, опять же, он на уровне такого же стандартного риска, как и кровотечение, да, при любом оперативном вмешательстве у нас есть риск инфицирования. Вот, наверное, тоже стоит сказать. И они минимальны, естественно, как введение делается в стерильных условиях, естественно, мы все обрабатываем, естественно, мы делаем все пробы, но минимальный риск как кровотечения, так и инфицирования, он возможен. Именно поэтому не должно быть никаких повреждений слизистых и кожи. То есть это очень сильно увеличивает риск инфицирования, поэтому такие пациенты не берутся. Потому что, естественно, осложнения в виде инфицирования, в виде абсцессов, они никому не нужны. И что касается еще проктологии, это не должно быть калового завала, да, то есть не должно быть каловых масс в просвете прямой кишки. Но это больше, наверное, вопрос такой, с одной стороны, подготовки пациента к вмешательству, потому что накануне действительно должна быть выполнена очистительная клизма, хорошая очистка для того, чтобы место инъекции можно было обработать, в том числе, потому что обрабатывается и слизистая, она обрабатывается водными растворами антисептиков, но прежде чем ввестись, естественно, обрабатывается. Ну и у детей также все стандартно, не должен быть здоровый ребенок. Ребенок детям делается введение ботокса только под наркозом, то есть вот это вот ограничение единственное, наверное, которое, если мы условно взрослому пациенту можем амбулаторно прям положить его, сделать, да, и через 15 минут отпустить, то ребенок это даже в амбулаторных условиях, это наркоз, это введение препарата, плюс пару часов в послеоперационной палате, пришел в себя, все хорошо, если все хорошо, можем отпустить домой, потому что, в принципе, тоже можем делать амбулаторно, но это будет занимать чуть дольше, ввиду того, что ребеночку нужен еще и наркоз. По поводу аллергических реакций, ну, тут важно анамнез собирать, в целом именно в педиатрической практике у нас, по сути, из ботулина есть только один разрешенный препарат, сейчас никакой рекламой заниматься не буду, просто согласно клиническим рекомендациям есть конкретный, единственный разрешенный в педиатрической практике ботулинический токсин, которым мы пользуемся. Если у ребенка есть какие-то риски, мы можем предварительно, да, накануне провести аллергопробу, и, естественно, при появлении каких-то аллергических реакций ботулинотоксин не вводится. Вот. А так, из противопоказаний, тут больше нужно определиться с показаниями, что они действительно есть, потому что, опять же, педиатрия, знаете, это такая вещь, когда мы, ну, то есть у взрослых все проще, есть показания, есть операция. У детей мы всегда стараемся более консервативно, так более использовать какие-то методики более легкие, да, и если они не работают, тогда уже мы идем на более, ну, следующую ступень, на более сложную. Поэтому до введения ботулотоксина нам в детской практике нужно убедиться, что были использованы все остальные консервативные методики, позволяющие снять спазм, и они неэффективны. Мы сделали там и физиопроцедуры, прошли там всевозможные мази, ванны, препараты, да, все скомпенсировали, не работает, тогда мы выставляем показания к ботулинотерапии и можем ее выполнить. Вот это такое единственное, наверное, не столько противопоказание, сколько особенность педиатрической практики, да, что даже если есть стойкий спазм, у детей он может быть снят консервативно, нет прям таких стопроцентных показаний, так что беги, кричи, стреляй, и сразу же кали ботулотоксин. Ну и, наверное, то, чего многие боятся, это осложнения. Вот самые такие сложные моменты, да, это осложнения, часть мы уже проговорили, это возможные кровотечения и нагноение раны, но это стандартное осложнение абсолютно любого оперативного вмешательства, от, не знаю, там, зашивания раны на пальце, да, до любой радикальной, может быть, даже онкологической операции, то есть везде есть риск как кровотечения, так и нагноение. Здесь тот же самый риск, он невысокий, но он присутствует. Из самых таких неприятных осложнений, смотрите, ботулотоксин, да, мы, естественно, используем его в рекомендованных дозировках, мы подбираем дозировку на килограмм массы, но у нас всегда, ну, если вы откроете любые рекомендации, есть определенный разлет. Вот, там, 2-4 миллиграмма на килограмм. И 2 или 4, это уже, скажем так, решает доктор. Вот, и бывает так, что в моменте, в моменте может оказаться, что доза была выбрана чуть больше, чем, возможно, требовалось. И, как правило, как правило, в первые, ну, от нескольких дней до месяца, месяц это максимально, чаще всего быстрее все заканчивается, происходит слишком сильное расслабление мышцы. Вот, и вот это, наверное, такое самое часто встречающееся осложнение, когда, если мы, допустим, говорим про профилогическую, да, ситуацию про введение внутренней сфинктера, то у нас развивается недержание. То есть пациент в момент, когда приходят каловые массы в прямую кишку, и мы должны почувствовать позыв и удержать его как раз-таки за счет сфинктера. Сфинктер у нас выключен, и происходит полная дефекация, да, но она может происходить именно прям вот в совершенно неожиданное время, в неожиданном месте. Вот это, наверное, такое самое частое, неприятное, но обратимое ситуация. Очень важно понимать, что это обратимо, это будет вот в моменте после введения, и оно уйдет. Оно все равно уйдет, потому что ботулотоксин, в принципе, из организма выводится. В чем вообще прелесть ботулотоксина? В том, что даже если мы сделали все плохо, сейчас вот такая информация для пациентов, может быть, немножко шокирующая, даже если мы все сделали все плохо, оно все равно восстановится, и все вернется. То есть все снова заработает. Вот так вот плохо всю жизнь не будет. То есть если вам укололи слишком много, и прям вот там вообще тотальное недержание, все течет, это все равно пройдет. И при этом всем достижение эффекта лечебного, оно все равно будет, даже если ввелить большую дозировку. Почему? Потому что наша задача снять спазм, она достигается. Просто мы снимаем чуть больше спазма, чем хотелось бы. То есть мы снимаем не только спазм, но и вообще тонус мышцы просто можем снять немножечко, не угадавшись с дозировкой. Но в целом ботулотоксин постепенно выводится, мышца приходит в свое тоническое состояние, но не уходит обратно в спазм. Вот в чем основная базовая задача ботокса, это убрать гиперспастическое состояние и вернуть мышце ее нормальный тонус. То есть в тонус она придет в любом случае. Средний срок выведения от полного ботулотоксина из организма это 6 месяцев. То есть через 6 месяцев после инъекции ботулотоксина в организме уже не останется вообще. У кого-то это будет чуть меньше времени, у кого-то там плюс-минус, но вот максимально отдают 6 месяцев. То есть через 6 месяцев ботулотоксин уйдет, и тоническое состояние функции мышцы, оно вернется в любом случае. Самое главное, чтобы не вернулся вот этот гипертонус. Потому что в редких случаях, чаще всего вот этим как раз-таки органические патологии, грешат гиршпрунги и спинальники, у них действительно может возвращаться гипертонус и требоваться повторные курсы введения ботулотоксина, введения ботулотоксина 2-3 раза. Но тем не менее в большинстве, по крайней мере у детей, с первой инъекции до 80% детей уходят с этой проблемы. Обструктивная дефекация вообще на ура решается. То есть гипертонус ушел, все восстановилось, функция восстановилась, все начало опорожняться, никакого запора. За полгода эти забывают даже, что такое слабительное, они с них уходят вообще без проблем. Гиршпрунги в большинстве своем тоже уходят с гипертонуса, некоторым требуются повторные введения, ну таким прям совсем выраженным спастическим состоянием. В большинстве, опять же, одной-двух инъекций вполне достаточно. То есть не надо бояться вот этой ситуации, если вдруг даже после ботокса у вас что-то, кажется, вот первое время пошло не так, какое-то недержание кала, какое-то подтекание мочи появилось, какое-то слишком сильное расслабление промежности. Обычно в течение недели-двух все стабилизируется. В очень редких случаях до месяца это может тянуться. Вот. Ну это такой вот важный момент, которому... Его надо просто проговаривать, наверное, с пациентами заранее, да, чтобы были просто к этому готовы, потому что, ну мы не боги, мы не можем точно сказать, какая дозировка сработает именно для вас, и если мы будем всем брать минимальную дозировку, то мы можем увеличить риск того, что как раз-таки он не отработает. И периодически сталкиваюсь с тем, что вот нам делали ботулин, у нас нет эффекта. Но вам делали ботулин в минимальной дозировке, и с большой долей вероятности вам нужна просто большая доза. Да, наверное, это обоснованная, с одной стороны, практика всем на первом этапе введения делать минимальную дозу, но тогда мы повышаем риск того, что потребуются повторные введения. То есть, ну, моменты, нюансы, они такие рабочие, может быть, с пациентом нужно оговаривать, возможно, что-то где-то доктора сами применяют уже на опыте, знают, какие дозировки лучше отрабатывают, да, и так далее. Ну, просто эмоционально и морально надо быть готовы к тому, что немножечко первое время, да, может быть некомфортно, но все это восстанавливается, и бояться этого не надо. Так, что еще? Отлично. Да, действительно, вот как раз вы затронули тему, я думаю, которая тоже многих пугает, это то, что будет зависимость от данной процедуры, да, и вот вы с этим сталкиваетесь в интимной пластике, это самый-самый частый вопрос, почему многие откладывают, да, почему даже вот если говорить с косметологами, да, многие не хотят колоть ботокс, то, что будет привыкание, вот я один раз уколю, и мне придется постоянно, постоянно, постоянно его колоть. Но опять же, смотрите, как уже сказала Ирина, что очень много кому сразу, да, помогает в вашей практике данная процедура. И еще момент, вот смотрите, здесь мы немножко как бы разделяемся, да, с Ириной, то есть в гинекологии это используется и по вашему желанию, с целью какой-то вашей вот что-то попробовать, да, когда там мы говорим, допустим, об отсутствии желания, что вы можете, вы можете сделать, можете не сделать, это ваше личное желание, то вот Ирина вам рассказывает реально работающую схему, которая необходима по строгим показаниям, то есть это не просто делается по какому-то желанию. Если врач, да, там вот в лице Ирины считает нужным, он предлагает данную процедуру. Действительно, у ребенка в прямом смысле этого слова может облегчиться его жизнь, его социальное, да, вообще восприятие этого мира, потому что когда у ребенка проблемы, да, что там он не может в туалет сходить, да, или наоборот недержание кала, то это может быть очень серьезная психологическая травма на всю жизнь, на всю жизнь, что он и в 20, и в 30 лет будет про это помнить, что там не дай что-то с ним случиться, да, и у него вот это вот будет испражнение каловых масс. А вы же помните, что у нас психика очень сильно развита, и вот эти блоки, неизвестно как это, а будут отражаться. И поэтому здесь я полностью вообще согласна с тем, что делается по показаниям, если врач обладает должной компетенцией, да, если врач считает, что это нужно, то нужно обязательно сделать. Ирина, я бы вас хотела еще очень попросить еще раз перечислить, при каких заболеваниях, симптомах в вашей практике делается данная процедура. Да, сейчас перечислю, я просто еще добавить хотела, вот как раз-таки по поводу частого введения, да, вот очень интересную тему затронули, я как-то ее упустила, что это станет пожизненным, это стало маловероятно. Смотрите, я вот даже, когда обучение проходило, там прям целая отдельная глава, скажем так, в обучении была посвящена этому отдельный раздел, стоит ли часто его использовать. Как раз-таки уже, ну, ботокс используется довольно длительно, и есть данные, есть исследования, есть работы, которые говорят, что частое длительное применение ботокса как раз-таки не показано. То есть это все-таки более разовые процедуры, нежели вот прям длительные и регулярные, потому что при часто длительном использовании мышца там все равно выключается на какое-то время, а если она принудительно выключается, она не работает. И если мы прям регулярно начинаем вводить там каждые полгода на протяжении нескольких лет этот ботокс, там два года, три года, да, то на дистанции это будет приводить к атрофии мышцы. Вот поэтому как раз-таки здесь речь не идет о пожизненных применениях, здесь речь идет о один, там два, ну, на моей практике три максимум раза, да, с интервалом там от шести месяцев и более, для того, чтобы дать функции восстановиться. Если троекратно мы это сделали, и мы не видим снятия тонуса, то мы просто поставим вопрос о сфинктеротомии. То есть мы не будем мучить пациента, колоть ему там годами этот ботокс, да, мы просто поставим вопрос уже в последующем шаге, это операция сфинктеротомии, когда разрезается порция сфинктера для того, чтобы, это необратимое повреждение, но оно снижает уже точно, бонус на все 100%. Вот, поэтому, нет, пожизненно сидеть на ботоксе мы не будем, по крайней мере, в практологии точно нет. Насчет косметологии может быть, в практологии точно нет. Здесь вопрос больше, да, снять, подостигнуть эффекта. Показания, показания в первую очередь все, что связано со спастикой. В практологии это спазм анального сфинктера, связаны с синдромом обструктивной дефекации, связаны с операцией по поводу болезни Гиршпрунга, связаны с любыми вопросами высокого повреждения спинного мозга на уровне грудном, как правило, да, это вызывает гипертонус промежности и нарушение дефекации. У взрослых пациентов также применяется при анальной трещине, при синдроме хронической тазовой боли, при нарушениях дефекации, да. Более широко в промежность, отойдя от практологии, урологи также используют при хронической тазовой боли, при недержаниях мочи, связанных со спастикой, при невозможности, опять же, опорожнения мочи у тех же спинальных детей, у пациентов, не только детей, вот, и так далее. В гинекологии, да, это также может быть, кстати, нарушение половой жизни, вагинизм, да, по-моему, это называется, когда гипертонус влагалища такой, что половая жизнь становится невозможной и болезненной. Тоже может применяться ботокс, соответственно, для расслабления. Любые варианты хронической тазовой боли неврологического характера, да, связанные, допустим, со спазмом мышцы, которая пережимает половой нерв, это один из наиболее таких интенсивных вариантов болей проявляется. То есть везде, где нужно расслабить мышцу принудительно, мы можем использовать ботокс с очень хорошим эффектом. Отлично. Действительно, вот про вагинизм часто задают вопросы, и один, как из методов лечения, это как раз-таки ботулинотерапия. Да, встречается, ну, не скажу, что часто, но встречается в практике, женщины обращаются по этому вопросу. Поэтому, друзья, действительно, спектр очень большой, и ещё раз мы хотим, что подчеркнуть. Главное, чтобы был, первое, хороший, грамотный специалист, который владеет данной манипуляцией. Это не так просто. Даже из сегодняшнего подкаста, из рассказа Ирины, понятно, что это целое искусство подобрать правильно дозу, да, сделать правильно инъекцию. То есть должно быть умение, врач должен именно, учитывая вашу патологию, да, учитывая ваши жалобы, подобрать вам необходимую дозу, там, сделать правильно всё, чтобы не было каких-либо осложнений. Вот. Я даже... Сейчас хочется немножко отойти, да, там от темы ректально-вагинальной. Даже когда про косметологов говоришь, сейчас действительно встречаемся с тем, что очень многие косметологи не имеют вообще образования медицинского и, соответственно, делают инъекции. Я даже когда вот увижу там каких-то знакомых своих, которые, а, вот я делаю чистку, а я делаю там инъекции ботокса, понимаете, становится страшно. Поэтому здесь всегда, почему я подчеркиваю, то, что в наших подкастах участвуют только врачи, имеющие в настоящее время сертификаты, дипломы, имеющие опыт работы, да, и это важно. Почему я вам всегда рекомендую только искать специалистов, которые с этим работают, а не просто вот, а что там делать, я вот пойду и там дома себе этот ботокс уколю. Да, может быть, на 2000 рублей вы заплатите меньше, но вы, поверьте, получите не на 2000 рублей осложнений, да, потому что осложнений мы даже сегодня перечислили, их огромное множество, не только у детей, но и у взрослых, потому что в любом случае это малоинвазивное вмешательство, да, которое, не забываем, что проходит струк кожу, да, мы попадаем в мышцы, соответственно, в кровоток, и неизвестно, что, ну, какие осложнения могут быть, поэтому должен быть квалифицированный специалист. Это я еще раз напоминаю про тех, кто хочет там сэкономить, где-то что-то быстренько сделать. Также очень важно подобрать правильно препарат, да, потому что многие препараты сейчас ушли, и я думаю, что квалифицированные врачи уже нашли хорошую замену, да, самым известным препаратам, и важно, чтобы были все сертификаты качества. Не просто купленный где-то там препарат, важно, как он хранится, как он разводится. Это тоже такие вот моменты, да, вот Ирина, поскольку вы данную процедуру выполняете, вот на что здесь нужно обратить внимание? Да, вот как раз мы, наверное, этот момент еще упустили, это разведение и введение от, условно говоря, даже от скорости введения будет зависеть эффект, который мы получим, да, то есть это важные моменты, почему именно сертифицированные специалисты должны получить отдельную учебу, пройти по ботулинотерапии, прежде чем вводить ее, потому что точки введения, да, даже до той же промежности есть варианты, мы, допустим, все это, ну, это больше такие научные диспуты, а как вводить вот нам? У нас в практологии, да, идет введение в 4 точки, а вот урологи, допустим, если они работают с хронической тазовой болью, они делают вообще такое множественное-множественное обкалывание провеженности небольшими дозами ботокса, то есть не всю дозу в 4 точки, там, условно, ввели в мышцу, а вот у них вот по-другому, и вот идеи такие интересные и бродят, да, что если вот ввести, допустим, в колодь этот сфинктером не в 4 точки, а в несколько, какой будет эффект? Ну, это больше пока дискутабельные такие вопросы, но, тем не менее, от правильности разведения, от техники введения, от скорости введения зависит тот эффект, который мы можем получить. Препараты, ну, я лично ввожу только то, что закупает наша аптека, то есть от с рук у пациентов ничего не берем. Ну, у нас в клинике стоимость процедуры, включена стоимость препарата, да, сразу автоматом, потому что клиника его закупает, ну, опять же, все методики хранения, разведения, вот они все должны быть выполнены по-другому никак, поэтому тут вот, тут вот да, это все имеет значение, это все очень важно. Ну, и место введения, потому что тот же сфинктер, внутренний анальный, он не снаружи, да, он на то и внутренний, туда еще надо добраться, нужно специальный инструмент, нужно все это раскрыть, войти в нужные места и сделать нужные инъекции. Поэтому, конечно, и в косметологии, ну, в косметологии я вот прям так глубоко не заглядывала, как там что-то с ботоксом, но с учетом того, что для его введения нужен отдельный сертификат, который получают только врачи, ну, потому что это конкретно медицинский сертификат, это идет как курс по 144 часа повышения квалификации врача прям по ботулинотерапии. А вот я бы не стала доверять специалисту без сертификата. Да, спасибо большое. Почему, поскольку тема ботокса всегда сначала вот, ну, обращает на себя внимание с точки зрения косметологии, потому что популярной в этой теме, поэтому, дорогие наши зрители, кто смотрит подкаст сегодняшний, на это, пожалуйста, обращайте внимание. То есть я действительно вот на полном вам серьезе говорю, что очень много врачей, не врачей, извиняюсь, а так сказать специалистов, в кавычках, без сертификатов, которые делают различные процедуры. Но опять же, можно сделать, это знаете как, Ирина, я могу привести пример, у нас одно время, так сказать, псевдоспециалисты, это люди, то есть не врачи, или которые когда-то там получили диплом и сто лет не работали в профессии, или вообще не врачи, делали разные процедуры, связанные с бесплодием, и пиявки-то во влагалище сажали. Соответственно, и у меня реально было несколько пациентов, причем пациенты достаточно такие грамотные женщины, занимающие высокие посты, и они на полном серьезе ходили, делали вот эти вот пиявки, потом различные там спринцевания, капельницы во влагалище, соответственно, делали грязи. И вот эта вот тема была очень популярна. Вот сейчас, слава богу, я этого не слышу в последнее время. Но опять же, и когда мне приходит пациентка и говорит, вы знаете, у меня во влагалище сидело три пиявки, и, соответственно, вот эффект очень хороший, то есть там курс. Даже пиявки, я говорю, кто вам их ставил? А вот там чудо-специалист, который лечит от бесплодия. С одной стороны, я понимаю, для чего они хотят это сделать, чтобы получить кровообращение, да, чтобы как бы увеличить шанс там, опять же, чего, выделения смазки или вообще притока к, соответственно, половым органам. Но понимаете, что пиявки, это достаточно такое, она может быть инфицирована, да, ее надо уметь сажать. Где их выращивают? Да какая достаточно кровавая процедура. Потом может быть какое-то инфицирование, если ее там неправильно снять, что-то там, после этого у вас какой-то половой контакт будет, а там вот такие раны, да, во влагалище от этих укусов. Грязи тоже. Что это за грязи? Откуда эти грязи взяли? Зачем вы их туда во влагалище поместили? Капельницы. После этих капельниц мы находили, что у женщины была стерильная флора. А стерильная флора обычно заселяется чем? Патогенными всякими микроорганизмами. И после этого мы лечили кандидозы, вагинозы, половые инфекции. Я такого никогда в жизни не видела, что уже ничего их не берет. Вот что бы мы ни делали, это все ваши вот эти вот сприцевания, капельницы. Поэтому я еще раз говорю, что это не просто вот процедура, а давайте поиграемся, попробуем. Это серьезная процедура, процедура, которая имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Минусы сегодня мы вам уже рассказали, что в любом случае есть риск кровотечения, в любом случае есть риск того, что какая-то, возможно, аллергическая реакция или непереносимость препарата. Мы всегда про эти риски помним. И, конечно же, есть риск, что будет, не поможет по той или иной причине. Может быть, из-за структуры мышечной, тканной, может быть, из-за препарата, может, то, что врач что-то немножко не так сделал. Но такой риск всегда есть. Плюсов, конечно же, больше. И особенно у детей. Меня сегодня действительно, вот Ирина очень порадовала, что такая процедура есть и спасает практически детство деткам, подросткам, что дети могут... Да, я, извините, перебью. Это процедура в детской практике, именно если мы говорим про практологическую практику, то вообще очень ограничена. Ну, по сути, я и в Москве есть коллеги. Все, на всю Россию. Вот именно в педиатрической практологии ботокс пока вот у нас существует в двух местах. В урологии, в детской, слава богу, это побольше, почаще. В неврологии это еще более распространено. Я надеюсь, что в ближайшее, в обозримом будущем все-таки и практология будет более широко представлена. Но вот пока на данный момент, да, именно в педиатрической практологии введение ботокса, это вот здесь в Питере у меня, либо у коллег в Москве. Вот. Поэтому, дорогие зрители, если вас беспокоит данная проблема, вы видите потрясающего специалиста, который обладает всеми нужными методиками. И главное, не просто так вам будет назначать данную процедуру, а только по показаниям. Также Ирина занимается с пациентами онлайн, да, у нее под наблюдением уже достаточно большое количество людей. А так, еще большему количеству людей она уже помогла справиться с недержаниями кала, да, запорами и так далее. И, соответственно, я вам крайне рекомендую обратиться и все-таки облегчить жизнь себе и своему ребенку. Ирина, какие бы вы дали рекомендации нашим сегодняшним зрителям? Ну, из рекомендаций, которые я могу дать со своей стороны, как это, основное, наверное, то, что хотелось бы сказать, я понимаю, что всегда страшно что-то новое пробовать на ребенке, тем более, тем более на ребенке, да. Всегда переживаем, всегда боимся любого вмешательства, любых осложнений. Но если есть показания, все-таки выполнять процедуру, потому что действительно результаты на выходе гораздо будут лучше. И вот момент до и момент после, он может различно отличаться в лучшую сторону. Поэтому все же рассматривать вариант и ботулинотерапии в том числе, да, может быть, это там территориально не для всех доступно в моменте, но спланировать, приехать, выполнить и дальше на дистанции получить свой хороший эффект, потому что альтернатива на местах – это сфинктеротомия. Сфинктеротомия – это процедура, во-первых, необратимая, во-вторых, очень сильно рискованно зависит от специфика врача, да, если, не дай бог, пересекут чуть больше, все, это уже необратимое недержание на всю оставшуюся жизнь. Все-таки, если мы говорим про ботокс, даже если мы что-то там напортачили, эффекты обратимы, пресинктеротомии нет. Поэтому помогать ребенку, не бояться помогать ребенку, использовать доступные методики, проводить их и улучшать качество жизни деток. Ну, взрослым пациентам тоже, собственно говоря, своя жизнь, она тоже всегда дорога, и, естественно, иногда мы боимся экспериментировать, но, тем не менее, методики отработаны, методики известны, и обращайтесь к специалистам, они работают, они действительно могут сильно помочь вам справиться как с тазовой болью, так и с теми же трещинами, с недержаниями и так далее. Да, Ирина, спасибо большое. Ссылочку на страничку Ирины, куда можно написать, обратиться за помощью, мы оставим в описании под видео. Пожалуйста, обращайтесь, не ждите, не терпите, и получите вовремя квалифицированную медицинскую помощь. От себя хочу порекомендовать вам все-таки не бояться обращаться к специалистам и, соответственно, вовремя принимать меры. Чем быстрее вы примите меры, все-таки решение о данной процедуре, тем больше вероятности, что вы себе облегчите жизнь и не будете страдать этой проблемой. Поэтому обязательно вовремя обращайтесь. Ну и мужская мощь на страже мужского здоровья. Да, спасибо большое, Ольга, за этот подкаст, за возможность, так сказать, донести эту информацию до людей. Я думаю, что для многих это было очень полезно. Многие, по крайней мере, уложат в голове, какие проблемы в их жизни можно решить при помощи ботокса и начнут искать специалистов, которые могут это делать. Если проблема есть у деток именно по части проктологии, да, обращайтесь, ссылочка будет в описании, я всегда помогу. Отлично. Я рекомендую Ирину. Ирина – потрясающий специалист, который регулярно помогает деткам в их жизни, в их адаптации. Мне кажется, вот работа с детьми вообще самая сложная, потому что у детей вообще адаптация к жизни, да, идет, а плюс, если еще возникают те или иные проблемы, то это все становится еще тяжелее, поэтому я всегда преклоняюсь перед детскими врачами, которые, тем более Ирина, вообще практически единственный, можно сказать, специалист, кто вот так всю свою профессиональную деятельность помогает деткам лечить запоры и недержание кала. Поэтому обращайтесь, ссылочка в описании. Мы вас благодарим за просмотры сегодняшнего подкаста, и мы с вами обязательно встретимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok